Звучит музыка Из окна гостиницы было видно, как внизу по узкой Тверской улице движется медленным черным потоком народ. Шевелятся головы, картузы, 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 шапки, платки, желтые пятна лиц. Во всех окнах любопытные, на крышах мальчишки. Екатерина Дмитриевна в поднятой до бровей вуале говорила, стоя у окна и беря то Телегина, то Дашу за руки. Как это страшно! Как это страшно! Екатерина Дмитриевна, уверяю вас, настроение в городе самое мирное, говорил Иван Ильич. До вашего прихода я бегал к Кремлю. Там ведутся переговоры. Очевидно, арсенал будет сдан без выстрела. Но зачем они туда идут? Смотрите, сколько народу! Что они хотят делать? Даша глядела на волнующийся поток голов, на очертания крыш и башен. Утро было мглистое и мягкое. Вдали, над золотыми куполами Кремлевских соборов, над раскоряченными орлами на островерхих башнях кружились стаи галок. Даше казалось, что какие-то великие реки прорвали лед и разливаются по земле, и что она вместе с милым ей человеком подхвачена этим потоком и теперь только крепко держаться за его руку. Сердце билось тревогой и радостью, как у птицы в вышине. «Я хочу все видеть! Пойдемте на улицу!» Сказала Катя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова